Здарова народ, на связи Xperavid и я продолжаю играть в Stamble Guys И сегодня у меня будет просто пушечное видео, потому что я вам расскажу про секрет Stamble Guys на такой карте, как кораблекрушение Покажу как сюда попасть и как удержаться для того, чтобы получить победу Ну а с вас обязательно лайк, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан И лепите свои клевые комментарии, погнали! Перед тем, друзья, как я вам все покажу и расскажу, хочу немножко сделать такую типа предысторию Типа ее воссоздать, как я вообще обнаружил этот секрет, эту секретную палету Пока, Бистик! Короче, друзья, бегаю и никого не трогаю, прям уже финалочка, думаю, сейчас все сделаю Всех утоплю, всех буду побеждать, кстати, если что, я это все вам показываю по секретику Понял, смурт? Все по секретику, поэтому давай иди на дно И никому не рассказываем, пользуемся сами, хотя многие уже на самом деле этим пользуются Поэтому, друзья, короче, борюсь я такой за эту победу, все нормально, все хорошо Я такой мастодонт на такой карте, как кораблекрушение, мне безумно нравится эта карта Плюс за новый скинчик, который я недавно выбил, не сказать, что он прям офигенный Я не пойму вообще, кто это, либо пилот, либо водолаз, либо летчик Короче, не знаю, друзья, напишите мне в комментариях, что это вообще такое, за что я сейчас играю Ну, а потом я замечаю одну надпись Ну, сейчас, ребят, я специально хочу просто взять и воссоздать сейчас ту же самую ситуацию Потому что тут есть игрок, который сделает точно так же Я его знаю, уже вычислил поздно Играем, играют одни и те же игроки Поэтому, ребят, наблюдайте прямо сейчас Я прыгаю вроде двое и резко на тебе На тебе, мегалодон 24, просто где-то на дне Ищет, не знаю, может он там хавает краби-бургер, вот этот, я не знаю Бубка-гопа, или гопка-буба, у меня уже язык заплетается Но я думаю, читер, читер, гад, как тебя оттуда вывезли Я уже, честно, я думал, может мне молнию надо было с собой взять, чтобы в него так шагануть разочек И, может быть, я достал Но у меня ничего не получалось И я думаю, вот это, конечно, офигеть, я поиграл Там, кстати, типочек тоже еще один прыгает И, наверное, тоже точно так же сейчас думает И потом у меня возродилась такая, ну, как бы не то чтобы идея Ну, вообще не было у меня никакой идеи Я просто потом заметил опять этот же тип Со мной попался в каточке И я увидел, что он сделал И я просто это повторил И теперь показываю это вам, друзья Короче, смотрите, бегаем, прыгаем Но ничего не происходит Я надеюсь, сейчас скоро последний утонет Для того, чтобы увидели, что я здесь делать ничего не смогу Ни сколько бы я не прыгал Все бочки просто исчезают в небытие Я уже даже думал, может мне понаглеть Попрыгать на эти бочки, которые взрываются Или что-то как-то сделать Лишь бы того читака типа слить Я ж не знал, что он не читер Я думал, он читер Поэтому все, что мне оставалось Это терпеть Ну, типа, знаете, его на терпение выводить Вдруг ему это надоест Типа, я такой топовый игрок Прыгаю, прыгаю, не страчиваю И он подумает, что я время трачу ради какой-то одной короны Кстати, видели, типочек булькнул И просто сольется Нифига, ребят, не сливается Он просто находится на своем одном месте Вечно юзает шпешалку И я делаю астровиста Кстати, мне осталось совсем немного И, в принципе, Сэнди будет у меня Скорее всего, я прямо сейчас ее даже и заберу Потому что, ну, там вообще понты Сколько? Ну, 10, да? Даже меньше, ребят Все, сейчас еще один тычок И мы за нее поиграем Изи Ладно, ребят, не буду больше томить Прямо сейчас я вам покажу, как это делается Самое главное, во-первых, взять с собой спешалку Благодаря которой вы застанетесь Не будете бегать ни влево, ни вправо Никуда, короче, не улетите И, конечно же, пройти как минимум два раунда Потому что в первом раунде это делать бессмысленно Как и во втором Это все рассчитано только на победы Я не знаю, разработчики так задумали или нет Но секрет реально годненький Сейчас, ребят, мы прыгнем Видите, и пуля прыгнул, еще не прыгнул И я тут даже прыгнул И сразу, когда я прыгнул, я нажал спешалку Чтобы никуда не слететь Потому что скользко Надо быть максимально осторожным Но самое интересное То, что мы спустя вот сейчас определенное время Сможем увидеть абсолютно другой мир Нашей карты кораблекрушения И все, что мне, в принципе, останется Просто взять и кого-нибудь огреть Или как-то выкинуть, чтобы не мешались Ба-бай Короче, ребят Угу, Титаник пошёл на дно, и мы теперь видим всё. Я один остался на палетке, я отхожу на середину специально, чтобы не слететь, и время от времени юзаю спешалку, и смотрю на этот мир, реально подводный мир. Обалдеть, посмотрите, как двигаются акулы, просто вверх-вниз. А у тех, которые выпрыгивают, они просто по кругу, короче, вы поняли, проходят. И заодно мы видим, как всё там происходит, а двое прыгают, они ничего понять не могут. Потому что, ну, я всё, я на дне, я на дне. Сэнди у себя дома, ну, относительно дома. И это, ребят, просто победа. Изишная победа. Правда, иногда после этой победы бывает, происходит какая-то ошибка, но победа есть победа. Короче, друзья, ну, это бомба. Короче, ребят, для тех, кто не понял, повторю и сделаю это ещё раз, только сделаю уже за другой скинчик, за огненного парня в смокинге. Просто муа. Ребят, ну, прикиньте, огонь под водой. Ну, э-э-э-э, это что-то с чем-то. Значит, как всегда, проходим два раунда, и просто ждём, 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 и ещё раз ждём, когда нос корабля просто ударится в айсберг, и мы туда прыгнем, прям внутрь этого айсберга. Па-бай, Сэнди. Па-бай. Всё, потекаем момент, спешалочка. И отлично, мы застанелись. Иногда можно прозевать и промазать, как сделал этот тип. Лузер. Видели? Просто чувак кадал в небытие. Ну, бывает. Ой-ой-ой, я тоже на краю, надо отходить. Отходить. Блин, ну, как же это круто. Посмотрите, как он идёт на дно. Вообще, мы этого особо-то и не видим, но разработчики всё равно сделали, дорисовали, да, вот эту, ну, анимацию, как он идёт на дно. То есть, возможно, это реально задуманный такой секрет. Типа, как секретная комната, только это секретная палета. Я не знаю, как это назвать, но она прям в айсберге. И мы можем просто всё наблюдать, как бочки идут тоже на дно. Но, блин, обалдеть. Мне безумно понравилось. Вообще, было бы классно, если бы на каждой карте был бы какой-то свой секретик. Понятное дело, что этого не сделают, потому что те, кто будет об этом знать, будут постоянно его юзать. А значит, будет, что-то было. Что-то странное плыло, или мне показалось. Ну, понятное дело, что каждый будет юзать, и поэтому у многих это просто плавник. Просто сам плывёт плавник, развернись. А, так, вот так вот выравниваю, выравниваю. Где плавник? Ребят, просто плавник плывёт, и всё. Просто плавник без никого. Что здесь происходит? Куда я попал? Обалдеть. Слушайте, а прикиньте, для такого плавника какая должна быть акула? Она, наверное, просто не вмещается. Леньки стала рисовать. Да он и не один здесь такой, слушайте, ну это офигеть. И опять, друзья, победа. Самое главное, просто юзать спешилку и стоять на одном месте, и весь мир будет в ваших руках. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забывайте поддерживать это видео лайком, подписываться на мой канал, кто ещё до сих пор не подписан. И обязательно пишите мне в комментарии, знали ли вы про этот секрет, либо знаете про какой-то другой секрет. Я обязательно это всё проверю. Ну, а на связи был Эксперавид, всем спасибо за просмотр, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok